Сегодня филологи поправили чиновников. Слово сосули, которые те используют в документах, говоря о сосульках, недопустимо. Повсеместная борьба с наледями в Петербурге нашла отражение в народном фольклоре и изменила лексикон политиков. Например, депутаты Петербургского парламента в одном из официальных обращений к губернатору назвали ситуацию в городе ледниковым периодом. А новый способ сбивать сосульки, который предложили в Смольном, в одной из юмористических программ назвали Лазером Керенского и сосульей ингаляции. Появились новые обиходные выражения и шутки. Один из поэтов-любителей разместил даже в своем блоге стихотворение. Есть в городе нашим сосульки-убийцы, они террористов иных пострашнее. На крышах домов из укромных позиций охоту ведут на невинных людей. Филологи и вовсе пребывают в недоумении. Городские чиновники в своей риторике уверенно называют ледяные наросты сосулями. Лингвисты не могут понять логику речи властей. Как рассказал в последнем известии кандидат филологических наук Валерий Ефремов, слово сосуля есть только в словаре далее. И означает оно то, что можно сосать. Ну, то есть леденец. Но вот намерзшую копель в литературном русском языке называют только сосульками. Мне кажется, что перед нами вариант некой ошибки, которая, быть может, станет нормой. Но еще раз, сейчас не норма. Потому что непонятно, почему возникла сосуля. Почему не сосулище, сосулина или сосуляра какая-нибудь. То есть в русском языке существует огромное количество суффиксов, которые означают большого размера нечто. Ну вот появилась эта сосуля, и, к сожалению, да, слово начинает тиражироваться. Ну, к слову о сосульках. Телефон редакции последних известий последний месяц буквально разрывает от сообщений о нависающих на тротуарах ледяных глыбах. Число искореженных автомобилей по вине неразивых работников жилком сервисов, которые сбрасывают сосульки на крыше машины, идет на десятки. Как говорится, в войне с ледовыми глыбами все способы хороши. В Петроградском районе придумали, как сбивать сосульки, минует человеческий фактор. Так, на Каменностровском проспекте у дома 43 сегодня работала лестница пожарной машины. Из кабины ее раскачивали в разные стороны и таким образом сбивали сосули.